Киев Председатель делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Ирина Фрис призвала официальный Будапешт разблокировать проведение заседания Комиссии Украины-НАТО на уровне министров обороны, которое должно состояться 14 или 15 февраля. Как председатель постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО глубоко обеспокоена позицией Будапешта относительно определения даты заседания Комиссии Украины-НАТО на уровне министров обороны. Убеждена, что такое поведение не может быть обусловлено спорами вокруг образовательного закона. Украинская сторона предлагает и готова к решению таких вопросов в формате переговоров. По словам Фрис, действия в Венгрии подрывают безопасность в Европе. Напоминаем, что ранее Будапешт заблокировал проведение встречи министров обороны Украины и стран НАТО из-за украинского закона об образовании, существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств. Президент Южной Кореи Мун Чжи Ин провел встречу с делегацией Северной Кореи, которую возглавил формальный руководитель государства, председатель президиума Верховного Собрания КНДР Ким Йон Нам. Кроме того, в состав группы вошла сестра лидера КНДР Ким Йо Джон. Отмечается, что это первый визит члена семьи лидера КНДР в Южную Корею. Позднее стало известно, что на торжественном обеде сестра лидера Северной Кореи передала Мун Чжи Ин у приглашение Ким Чжин Ина в кратчайшей сроке посетить Пхеньян. Сам президент Южной Кореи сообщил, что готов отправиться в КНДР, если для этого будут созданы необходимые условия. Сирийские силы противовоздушной обороны подбили несколько самолетов израильских ВВС, совершивших налет на военные объекты в центральной части Сирии, передает национальное агентство САНО со ссылкой на военный источник. Позднее сирийское государственное телевидение сообщило о еще одной успешной отраженной атаке со стороны Израиля, на этот раз в небе над провинцией Дамаск. Между тем, израильские военные отрицают, что силам ПВО Сирии удалось подбить более одного самолета, участвовавшего в утреннем авианалете. Армия подтверждает только, что после обстрела с земли разбился истребитель-бомбардировщик F-16I. Оба члена его экипажа благополучно катапультировались над своей территорией. При этом, сами авианалеты по сирийским военным объектам Тель-Авив не отрицает.